Я увидел, подготовили ножницы. Я вот беру обычное полотно, то есть это ткань, и вам показываю на примере то, что оно не режет. Это обычные советские ножницы. Слава богу, задняя поверхность не повреждена, то есть я даже вижу, что ее здесь пытались полирнуть, отшлифовать, но тем не менее для того, чтобы затачивать бытовые ножницы. Достаточно заточки по передней поверхности и потом просто обычного механического срезания того заусенца, который выходит в сторону задней поверхности. То есть также сейчас станок... Итак, Владимир, я прошу немножко дать мне времени, и я покажу нашим уважаемым зрителям, что станок ADEMS PRO или PRO 2 оснащается вот таким вот держателем. Держателем для заточки ножей и ножниц. Ножи также бытовые, можно с прямым профилем режущей кромки заточить. На данном образце, на данном держателе имеется шкала. Если вы хотите выставить определенный угол, вы можете воспользоваться шкалой для выставления угла режущей кромки бытовых ножниц. Это же не только бытовые ножницы могут быть, но и бывают портные ножницы, профессиональные ножницы, на которых нужно выставить определенный угол, и в него желательно попасть, чтобы не испортить ножницы. Но я думаю, что для бытовых ножниц какой-то там есть универсальный угол, под который можно делать... В данном случае я вижу, что здесь родной угол, ну тот, который был, назовем его, предыдущей заточкой, это где-то градусов 80. Я сейчас установлю 70 градусов, и моя задача выйти на режущую кромку, да, наш видеооператор показывает, выйти на режущую кромку и убрать выработку. То есть вот таким вот образом я сейчас это относительно быстро делаю. Опять же, быстрота и скорость, и скажущаяся простота заточки, это в умелых руках, конечно. Здесь нужно следить за прижимом, следить за траекторией движения, следить за временем, когда нужно остановиться, сделать эту заточку, не сжечь и режущую кромку. Это все, конечно, приходит с годами, с опытом. Ну и также, для того, чтобы все это быстро освоить, вы можете обратиться в нашу компанию, в Академии заточки, в которой мы у вас все это передадим, вам весь этот опыт. Ну, чтобы все-таки ускорить процесс, я меняю угол на 75, потому что 70 оказался для предыдущего, предыдущей фазы, то есть предыдущего угла заотрения более острый. Сейчас я просто хочу показать динамику исправления. То есть вот применение манипулятора трехколенного держателя, частотного преобразователя и вот этого механизированного способа заточки позволяет нам сделать это очень быстро. И, соответственно, вашим конкурентным преимуществом может наступать то, что вы делаете это недорого, не тратя на это много времени и постоянно зарабатывать. И я хочу заметить, что мы ни в коем случае не призываем к тому, что мы делаем все очень быстро и не качественно. Мы наоборот стараемся делать все быстро и максимально качественно для конкретных работ. То есть если это клиент работает с бумагой, с картоном, ну и максимум он использует для резки картона и ткани в один слой, то, допустим, тех же самых градусов, но относительно вот сейчас, которые я заточку делаю, это 70-75 градусов. То есть я уже сделал выход на режущую кромку, устранил выработку, которая образовалась со временем. И вот сейчас затягиваю уже второе полотно перевернул. То есть сейчас буду делать заточку второго полотна. Потому что клиенты приходят, приносят ножницы и они говорят, нам нужно это сделать 10-15 минут, мы ждать не можем, оставлять мы не хотим. Ну и, соответственно, вот мы можем себе позволить ответить их требованиям. То есть мы это вот 10-15 минут и ножницы готовы. Я так понимаю, у нас пока нету, да? У нас все проблемы? Хорошо со звуком? Пока звука нету. Звука нету, может быть, и есть, поэтому если нас видно, слышно или не видно, и не слышно, вы, уважаемые наши зрители, пишите в чат, и наши помощники отреагируют очень быстро. Потому что мы можем увлечься заточкой и, соответственно, забыть про некоторые нюансы. Итак, напомню, мы затачиваем простые, бытовые, домашние ножницы, которые стоят заточки... Сколько, Владимир, вашего сердца стоит? Ну, мы за эту работу взяли бы 150 рублей. 150 рублей заточка ножниц, очень старых, древних, которые в начале нашего теста они не резали. И, соответственно, но после нашей заточки, я думаю, они еще очень долго будут служить у своих хозяев и приносить пользу. И, как видите, в реальном времени мы заточили эти ножницы буквально за, ну, 5-10 минут. Зависит от степени убитости этих инструментов. Ну, здесь, конечно, задняя поверхность все-таки, как я сказал ранее, ну, якобы не пострадала. Но здесь пострадал изгиб полотна. То есть, конечно, здесь нужно посидеть их, порихтовать. Но я сейчас пытаюсь все-таки настроить. Но в целом сама заточка была произведена. Можно показать то качество режущей кромки, которое у нас получилось. Да, то есть, вот у нас фасочка сейчас блестит. Мы покажем режущую кромку. Да, выход на режущую кромку произошел. Какой получился внешний вид. Вот. То есть, обратите внимание, это ровная режущая кромка по всей длине, без каких-то перевалов, переходов, переступов и все остальное. Вот сейчас я показываю рез. То есть, вот, ну, вершина немножко, она как бы, ну, она сильнее всего пострадала. То есть, здесь либо нужно будет сейчас заглубляться за выработку, либо делать рихтовку, либо подгибку. Но сам факт того, что они стали резать, вот я вам показываю. То есть, до начала заточки они не резали. Вот.